Уважаемые коллеги, добрый вечер. Давайте мы начнем наш семинар. Основная тема на ближайшие 45 минут – это жизненный цикл проекта. Настало время наконец-то разобраться с этим вопросом. Приветствую всех, кто пришел и еще подойдет, возможно, в очном режиме. Приветствую всех, кто подключился и подключится в удаленном доступе и тех, кто, возможно, будет слушать этот семинар в записи. Меня зовут Павлова Елена. Я преподаватель учебного центра «Специалист» по направлению управления проектами. Курсы веду и по методологии управления проектами, и по работе с инструментом. В области методологии наш учебный центр является партнером Американского института управления проектами PMI – Project Management Institute. Ну и, соответственно, мы на методологической ветке курсов рассказываем о обширной библиотеке документов, стандартов проектного, программного, портфельного управления, о моделях зрелости компаний в области проектного менеджмента, которые институт PMI оформляет в виде библиотеки на своем корневом портале PMI.org. И, собственно, один из вопросов, это и есть тема нашего семинара, один из вопросов, который связан с этой библиотекой. Основной документ, который регулирует, регламентирует проектную деятельность и издается институтом PMI, наверное, самый известный в мире, это руководство к своду знаний по управлению проектами PMBOK. И наверняка вам хорошо известно, что 6 сентября 2017 года сравнительно недавно вышла уже шестая редакция этого стандарта. И вот тут-то все и началось, что называется, да, потому что вышел шестой PMBOK совместно с таким практическим руководством по методологии управления проектами по гибким жизненным циклам. Это то, что называется Agile Practice Guide. И при выходе вот эти две книжки, они позиционировались как, ну, по сути, чуть ли не двухтомник. Это на самом деле, конечно, не совсем так. PMBOK как был, так и остался основным руководством по управлению проектами. И в шестой редакции это уже 800 страниц. Такой объемный фолиант, состоящий из нескольких частей. Первая часть – это, собственно, гайд руководства с описанием всей библиотеки инструментов управления проектами. А Agile Practice Guide – это Practice Guide, это практический гайд. И если вы заходили на основной корневой портал института PMI, то знайте, что там этих Practice Guide много, их там около десятка. Есть практические руководства по разработке иерархической структуры работ, по управлению рисками, по развертыванию проектного управления в компании, по управлению организационными изменениями, по управлению конфигурацией проекта и так далее, и так далее, по каким-то отдельным вопросам. И на самом деле Agile Practice Guide – это тоже Practice Guide, это не то, чтобы второй том PMBOK, это просто один из практических гайдеров. И задача нашего нынешнего семинара – это разобраться с основной такой демаркационной линией, которая разделяет вот этот вот, как при выходе это назвали, старый завет и новый завет, на ветхий завет и новый завет, где она проходит, а проходит она как раз по понятию жизненного цикла. И задача нашего семинара – разобраться с этим понятием, разобраться с тем, какие они бывают, жизненные циклы, в чем их характеристики, в чем их ценности, и, соответственно, на основании чего, по каким точкам и по каким осям происходит выбор той или иной модели жизненного цикла, не погружаясь в инструменты. И в самом общем виде, так, в нулевом приближении, PMBOK, гайд, руководство по своду знаний – это жизненный цикл, который, ну, по крайней мере, во множестве IT-проектов называют жизненным циклом waterfall, водопад, каскад. Ну, а agile – это agile, это спиральный, итерационный жизненный цикл, но это в нулевом приближении. А дальше будем вот в этот вопрос погружаться. По поводу agile practice guide – несколько комментариев. Ну, во-первых, сама по себе вот эта книжка, она концептуально другая, она поменьше, во-первых, по объему, чем PMBOK. PMBOK – это все-таки 800 страниц, и первый раздел – это само руководство, второй раздел – это национальный американский стандарт по управлению проектами, и еще много всяких приложений. А вот этот практический гайд – это меньше 200 страниц, причем такого текста, это, собственно, декларируется и в самой вводной части к этому практическому гайду, текста, написанного гораздо более облегченным языком, чем сухой, структурированный PMBOK с такой очень специфической, своеобразной лексикой, где вся библиотека инструментов укладывается в такую очень, ну, наверное, одну из самых удачных, с моей точки зрения, в мире моделей, но модель многомерную. И по группам процессов, и по областям знаний, и по многим другим осям и оснований классифицируется весь-весь-весь инструментарий проектного управления. Practice Guide на такую системность, на такое структурирование в этом смысле даже и не претендует. Это легко воспринимаемая литература, и еще один маленький комментарий. Недавно, вот чуть ли не пару недель назад, этот практический гайд вышел на русском языке. Соответственно, всем, кто входит в PMI Membership, он доступен для бесплатного скачивания, как и все остальные, в общем, и практические гайды, и foundational standards, и вся прочая библиотека института PMI. На русском языке это, в принципе, легко и спокойно воспринимается. В этом practice guide тоже несколько разделов, и, ну, наверное, первую такую часть, первую половину этой книги занимает, собственно, описание жизненных циклов, всяких разных, и подходов к выбору жизненного цикла. А дальше здесь же описано, расписано то, чего мы на этом семинаре касаться не будем. Это всевозможные фреймворки, такие библиотеки инструментов уже в отдельных методологических, ну, таких буквально фреймворках, да, в буквально каких-то подходах в рамках этой общей философии, общей идеологии. Описаны атрибуты Scrum, атрибуты Kanban, экстремального программирования и нескольких других методик. Они описаны общими словами, ну, то есть буквально их брать как руководство, наверное, нет, но как декларации, ориентиры, да, для того, чтобы как минимум в этом многообразии фреймворков можно было сориентироваться. Это второй комментарий по поводу практического гайда и третий комментарий не только институт PMI поучаствовал в его создании, но еще такая организация, две организации, собственно, которая называется Agile Alliance. Эксперты оттуда и оттуда пришли. В общем, это же началось довольно давно. Ну, если говорить про сам по себе первоисточник, про PMBOK, то идея гибких жизненных циклов, адаптивных, вот этих, которые выполняются по идеологии Agile, она, ну, на моей памяти совершенно точно есть в пятой версии. И, ну, вот не помню, четвертый PMBOK содержал какие-то отсылки к этому или нет. Пятый PMBOK, который вышел в 2012 году. Но наверняка что-то было и в предыдущих выпусках этого руководства, потому что сама по себе идея гибких жизненных циклов, она существует, развивается, где-то присутствует в умах руководителей проектов с середины, наверное, 90-х годов прошлого века, а сам по себе манифест Agile, авторство, это 2001 год, авторство тех людей, которые занимались на тот момент управлением проектами по разработке программного обеспечения. В общем, с того времени появилась эта идея, и институт PMI, да и, собственно, и все прочие эксперты, они же в смысле книжек, в смысле библиотек, они не опережают мечту совсем, они просто документируют то, что есть, то, что является хорошей мировой практикой. Ну и вот именно с этой точки зрения, наверное, стоит рассматривать, подходить к рассмотрению вот этого гайда. Ну и, собственно, погружаясь в основную тему, в основную тему нашего курса – жизненный цикл. Что это, какие они бывают и, соответственно, какие модели бывают. Ну, во-первых, вот эти все определения, они взяты из основного руководства PMBOK, «Жизненный цикл» в любом случае – это набор фаз. И внезапно PMBOK разводит жизненные циклы сразу трех таких сущностей, трех явлений. Это жизненный цикл проекта, это жизненный цикл развития продукта этого проекта, создания, по сути, продукта, и жизненный цикл всего продукта, включая фазы, всю эволюцию, включая такие фазы, как поставка, розы, зрелость, ну и, в конце концов, изъятие из обращения. И когда речь идет о жизненном цикле и вот этом основном различии на waterfall и agile, речь идет или о жизненном цикле проекта, или о жизненном цикле развития. И то, и другое, и третье на самом деле – это каждый раз набор фаз. То есть, собственно, определяет, да-да-да, здравствуйте, определяет это понятие некое взаимодействие между фазами, они могут называться стадией жизненного цикла, они могут называться фазы проекта. И жизненный цикл проекта – два варианта – предиктивный, адаптивный. Это лексика, которая используется в самом руководстве PMBOK. Ну, те самые waterfall и agile. А вот жизненный цикл развития – это какая-то часть жизненного цикла, общего жизненного цикла проекта. И, по сути, она касается уже графика производства работ, производства работ, да, то есть создания, разработка самого по себе продукта, услуги или результата, ну, то есть жизненный цикл развития – это часть жизненного цикла проекта. И вот тут их уже не две модели, а пять – предиктивный, итеративный, инкрементный, адаптивный или смешанный типы. Это, ну, такой, наверное, стартовый абзац, с которого все начинается. Взят он из самого гайда PMBOK, руководства PMBOK. Далее в стандарте приводится общая модель, которая была, есть и будет, ну, вот на моей памяти во всех выпусках основного руководственного модель жизненного цикла проекта, которая отражает некоторую хронологию его жизни, начиная от момента появления идеи и заканчивая созданным, сохраненным архивом проектной документации. И как бы ни взаимодействовали между собой фазы, как они взаимодействуют, мы, конечно, тоже будем обсуждать. Но как бы они ни взаимодействовали, это в любом случае, ну, некоторая жизнь. Если принять допущение о линейности времени, то это движение из прошлого в будущее. Там уж они могут идти друг за другом, они могут пересекаться, накладываться друг на друга, происходить по спиральному принципу, там с какими-то возвратами, пересмотрами, доработками и так далее, и так далее. Но все равно это из прошлого в будущее, от момента появления идеи до архива проектной документации. Вот это универсальная такая модель, которая выделяет четыре фазы жизненного цикла проекта, ну и в третьей фазе, которая называется выполнение работ по проекту, где-то здесь живет жизненный цикл развития этого продукта. То есть какая-то часть выполнения работ – это создание самой по себе услуги, самого по себе результата этого проекта. И вот как раз создание услуги бывает тоже предиктивно-итеративно-инкрементно-адаптивным или смешанным вариантом. Ну и все. Дальше это такие в этой модели общие, дальше это такие фокусные явления, которые традиционно живут в руководстве PMBOK. Это группа процессов управления проектами. Как они работают на всех стадиях жизненного цикла – это области знаний, как они представлены в каждой группе процессов, в каждой фазе жизненного цикла, в каждой фазе проекта уже с точки зрения выполнения работы. Но это все PMBOK. И это такая универсальная модель, которая, как выясняется, она может выглядеть по-разному, как минимум в части выполнения работы по проекту. Ну и, соответственно, вот эти вот пять типов жизненных циклов, тоже взятые из основного руководства. Вот это те самые предиктивные, адаптивные жизненные циклы. И основное различие, основная ось различия, собственно, с чего все началось, почему появилось вот это расхождение, это вопрос уровня неопределенности на проекте. И всегда всю жизнь, и поэтому сейчас в лексике присутствует понятие традиционного жизненного цикла, все инструменты, они касались вот этой вот предиктивной модели. Это то, что предполагается сейчас по сравнению с адаптивным жизненным циклом, или как его еще называют, жизненным циклом agile, или гибкой средой, или много определений в этом смысле есть. Это жизненный цикл, предполагающий, ну, как выясняется, более низкий уровень неопределенности, когда нам известно заранее требования к продукту этого проекта, и исходя из этих требований, мы, соответственно, можем, посвятив довольно много времени на планирование, большую часть жизненного цикла проекта занимает организация, подготовка, посвятив много времени планированию, мы можем идентифицировать с достаточно высокой точностью и структуру работ, и последовательность работ, и оценить ресурсы, и, ну, в общем, в довольно узком диапазоне оценить сроки выполнения отдельных работ, объемы работ, стоимости и так далее, и так далее, исходя из выделенных под этот проект ресурсов. Это предиктивный, тот, который водопадный, да, тот, который предполагает более низкий уровень неопределенности. А раз это более низкий уровень неопределенности, раз это обязательства, которые мы берем на себя перед заказчиком, соответственно, любые изменения, которые поступают в проект уже по ходу его выполнения, по мере выполнения, любые изменения рассматриваются как наступающие риски, и они запускают такую формальную процедуру изменения, изменения конфигурации, в том числе может приводить к подписанию, там, доп. соглашений к контракту, к основным обязательствам, подписанным изначально, и, ну, и так далее, да. Короче говоря, весь PMBOK, он про это, про предиктивные жизненные циклы. И в какой-то момент появляется понимание о том, что есть и другие проекты. Есть проекты, в которых объем требований, объем содержания изначально может быть непонятен, неизвестен, и ими управлять вот таким традиционным подходом не получится, потратить много-много времени на то, чтобы собрать все требования, описать структуру работ, последовательность, оценить ресурсы, сроки, и подписаться под этим как под обязательством. Это было бы неправильно, и появляется вот эта идея адаптивных жизненных циклов. Отсюда берутся и манифесты agile, и принципы работы по agile. Подробное содержание определяется, одобряется перед началом каждой итерации. Вопрос неопределенности, вопрос работы с требованиями, вопрос работы с заинтересованными сторонами, вопрос управления изменениями, ну и, собственно, отношения к изменениям. Изменения в предиктивном жизненном цикле – это риски, а в адаптивном – постоянно поступающие изменения, какие-то новые вводные от заинтересованных сторон. Это и есть основная суть этого жизненного цикла, основная суть проекта, когда мы их уточняем по мере выполнения проекта, по мере создания продукта. Их это имеется в виду и требования, и состав работы, в принципе, границы, сколп проекта определяются. И вот это и есть основные такие разграничительные оси между предиктивным, адаптивным жизненным циклом. ГИБКИЕ, ГОТОВЫ К ПОСТОЯННО ПОСТУПАЮЩИМ Вот ЭТИМ ИЗМЕНЕНИЯМ. И отсюда берутся из манифеста и принципов agile, берут своего начала всевозможные вот эти фреймворки, скрамы, канбан и много-много других методологий, которые работают в общей идее бережливого производства. И в каждой из этих методологий там своя атрибутика, где-то это бэклоги со спринтами, где-то это канбан доски, разные варианты визуализации, разные варианты оценки прогресса проекта, разные подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, по-разному немножко распределяется ответственность между ролями. Но основная идея их объединяющая, она вот такая. Изменения – это основная суть этого проекта. И это проекты, где основную ценность представляет частичность поставки, собственно, на основании чего, и можно получить обратную связь от заказчика и внести изменения вот в это содержание. Предиктивный жизненный цикл – это строительство транспортной развязки. Там частичная поставка заказчика в принципе не интересует. То, что у нас там готовы опоры моста, но это никакой бизнес-ценности заказчику пока еще не принесло, он не может зарабатывать на этом деньги. А адаптивный жизненный цикл – это, например, разработка мобильного приложения для Google Play или для App Store. Когда мы ее выпускаем в какой-то первой итерации его приложения, выпускаем в первой итерации, оставляем все остальное на доработке, на совершенствовании, на наращивании функционала, но заказчик уже после первой итерации может получать какую-то выгоду. Вот эта частичность поставки, кроме того, заказчик может давать обратную связь, мы можем уточнять содержание и так далее, и так далее. Вот эта частичность поставки, она, собственно, и представляет основную ценность в адаптивных жизненных циклах. Все, чтобы правильно понимать. PMBOK, весь остальной, кроме вот этой странички, описывающей разные варианты жизненных циклов, весь про библиотеку инструментов предиктивного жизненного цикла. Agile, кроме странички, описывающей выбор той или иной модели жизненного цикла, он про библиотеки инструментов гибких моделей. Поэтому в PMBOK искать инструменты управления стоимостью в гибкой среде инструменты нет. Но общие ориентиры, какие-то общие декларации, как адаптируется та или иная область знаний в гибких жизненных циклах, буквально по одному абзацу на каждую область знаний найти можно. Инструментарий нет, нельзя. Ну и, соответственно, про Agile справедливо все то же самое. Он про Agile, он про другие жизненные циклы. Но их же не два. Их оказывается вот еще итеративный, инкрементный и смешанный тип. Итеративный, инкрементный. Собственно, гибкие жизненные циклы, адаптивные, они могут быть и итеративными, и инкрементными. Тут или. Но на самом деле они могут быть одновременно и итеративным, и инкрементным. Основная суть, основной смысл и вообще различие итеративных, инкрементных жизненных циклов в том, что итеративный жизненный цикл в каждой следующей итерации совершенствует созданную в предыдущей итерации функциональность. То есть это вопрос совершенствования, это доведение до состояния Perfect. А инкременты – это поставки новой функциональности в каждой следующей итерации. Ну, то есть одно дело мы выпустили, допустим, там то же самое мобильное приложение с какой-то функциональностью, и в следующей итерации мы исправляем ошибки какие-то, мы совершенствуем выпадающие списки, совершенствуем там функционал, например, геолокации и так далее, и так далее. И совершенно другое дело, если мы там выпустили, выпустили мобильное приложение по заказу такси, например, с одним функционалом, а в следующей итерации мы этот функционал наращиваем, мы туда что-то добавляем. Добавляем возможность, например, провести оплату по банковской карте, а потом в следующей итерации добавляем возможность хранить историю заказов и так далее, и так далее. Все вот в этом разница между итеративным и инкрементным. Поэтому адаптивные, они бывают и такие, и такие. Они могут или по одному из этих вариантов пойти, или в принципе представлять собой некий микс итеративно-инкрементной модели. И пятый вариант – смешанный. Смешанный жизненный цикл – это смешанный, имеется в виду, смешиваются не инкременты с итерациями, а предиктивные с адаптивным жизненным циклом, когда какая-то часть проекта выполняется по одной модели, другая часть выполняется по другой. И так это выглядит в руководстве PMBOK. Как то же самое, та же самая классификация выглядит в Agile Practice Guide. Ну, вот в этом смысле хорошо, конечно, что две книжки, два тома, они, ну, у них такие очень четкие, точные коннекторы, в том числе в смысле лексики. В Agile Practice Guide это тоже называется предиктивный, итеративный, инкрементный. Жизненные циклы, но только не адаптивные, а Agile, они прямо так это называют, да, которые бывают и итеративными, и в то же время инкрементными. И выделяется пятый, гибридный жизненный цикл. Ну, то есть, собственно, классификация такая же, и смысл он такой же. Это из практического гайда. Та же самая классификация. И, собственно, характеристики жизненных циклов из практического гайда по гибким моделям. Это, ну, вот несколько осей, по которым, собственно, и различаются, различаются эти жизненные циклы. Это вопрос, как уже говорили, требований. Они известны или неизвестны? Они фиксированы или динамично? Предполагается, что они будут динамично изменяться, и у заказчика будет постоянно возможность, получая частичную промежуточную поставку, давать обратную связь и уточнять, туда ли мы идем, в нужном ли направлении мы двигаемся, и что надо убрать, что добавить, что изменить, что усовершенствовать. Ну, собственно, все остальные, кроме предиктивных подходов, они предполагают динамику требований. Еще такой основной осью развлечения предиктивных и гибких жизненных циклов, вот эти итеративные, инкрементные, джайл, их относят иногда к общей категории гибких. Это вопрос поставки, и в предиктивной модели однократная поставка, разовая поставка, ну, то есть основную ценность заказчик получает в конце проекта. Это в конце у него есть транспортная развязка, все, дальше он может ее пользоваться. В конце есть бизнес-центр, в котором он может зарабатывать деньги какие-то. в конце есть какой-то готовый продукт, не знаю, воздушное судно, например, если это проект по строительству самолета. А в гибких жизненных циклах предполагаются частые поставки. Частичность поставки как раз представляет собой ценность увидеть, но не то, чтобы прототип, собственно, готовый результат. Увидеть его, дать обратную связь команде проекта, потому что куда, в каком направлении нужно дальше двигаться, развиваться, и уже не дожидаясь следующей итерации, не дожидаясь следующей итерации, получать какую-то бизнес-выгоду, бизнес-ценность. Это то, что является в первую очередь характеристиками инкрементного жизненного цикла и того, что называется жизненным циклом agile. В итеративном жизненном цикле, кстати говоря, тоже разовая поставка. Здесь итерации как раз – это совершенствование созданной вот этой функциональности. Поэтому, по большому счету, несмотря на то, что уже после первой итерации заказчик может пользоваться готовым этим продуктом, но в состоянии perfect, то есть в таком полностью отработанном состоянии, он получает его, так же, как в предиктивной модели, получает его в самом конце. И ценностью итеративного жизненного цикла является именно правильность решения. Это такая тоже основная, это уже не нулевое, это уже какое-то первое приближение к развлечению вот этих вот жизненных циклов. Еще один момент, и в этом, кстати говоря, тоже есть отличие между PMBOK и Agile Practice Guide, это то, как описывается континуум вот этих вот жизненных циклов. В PMBOK он линейный от предиктивных до гибких. Ну, то есть все множество жизненных циклов, понятно, что они там в чистом виде, как в любой классификации чистые виды, не встречаются, они всегда где-то в какой-то части континуума. В такой модели, в линейной модели, один полюс, он такой жестко предиктивный, с определенными требованиями, с, собственно, низким уровнем неопределенности и специфическим отношением к изменениям. А противоположный полюс – это все множество гибких жизненных циклов. Центральная часть – это что-то между итеративными инкрементами. Ну и, соответственно, вот эти основные оси, они как-то мигрируют из одного полюса в другой. Это картинка из PMBOK, линейный континуум. Но в этом смысле, может быть, даже посимпатичнее описание модели континуума жизненных циклов в самом практическом гайде Agile. Это не линия, это квадрат. И это квадрат с двумя осями измерения. Это, собственно, основные оси, различающие модели жизненных циклов. Степень изменений от низкой до высокой, частота поставок от низкой до высокой. И полюса предиктивный и agile, они про низкий, низкий, высокий, высокий. Инкрементные, итеративные жизненные циклы, они, соответственно, в других, как это, в других углах ринга находятся в этом смысле. Но тут уж, как говорится, каждый определяет для себя ту модель, с которой удобнее работать. Мне кажется, более симпатичная, более наглядная и, наверное, более такой, ну, правильной, что ли, да, если уж говорить об описании характеристик жизненных циклов. Мне кажется, более правильная такая квадратная модель, более интересная, какой-то такой все-таки многомерный взгляд. Ценность жизненных циклов, как это определяется в практическом гайде, она, конечно, разная. В предиктивных моделях основная ценность – это предсказуемость, это то, что известно, это определенный порядок предсказуемых групп работ. В итерациях, в итеративных жизненных циклах основной ценностью является доработка и уточнение частично завершенной или незавершенной работы. В инкрементах частые поставки, которыми можно пользоваться сразу. Это, наверное, представляет основную ценность для бизнес-заказчика. А в жизненных циклах agile, чем они хороши – это использование преимуществ и итеративных инкрементных характеристик. Ну и, собственно, наверное, концептуально другое отношение ко многим вопросам в управлении проектами в жизненных циклах agile, в отличие от предиктивных моделей. Это другое отношение к команде проекта, это другое отношение к взаимодействию с заказчиком, это другое отношение к бюрократии. В бюрократии в предиктивных моделях – это хорошо. Бюрократия в agile – это то, что скорее мешает работать. И дальше в практическом гайде определяются сами по себе модели жизненных циклов. Предиктивный жизненный цикл – это набор паз, которые линейно на шкале времени сориентированы. Они могут последовательно друг за другом идти, они могут пересекаться, но с точки зрения характеристик – это высокая определенность, это уже все, что упоминалось, да, это минимум изменений, это постоянный мониторинг изменений, это бизнес-ценность, которая в конце проекта возникает, и это непредвиденные изменения, которые могут приводить к непредвиденным затратам. Итеративный жизненный цикл – здесь предполагается уже все-таки нелинейность, предполагаются возвраты к предыдущим состояниям, к предыдущим шагам, возвраты и повторы. Ну и, соответственно, характеристики этого жизненного цикла, они тоже другие. Все это в этом практическом гайде приводится для того, чтобы можно было, в конце концов, на основании каких-то осей, каких-то точек развлечений, можно было выбрать, по какой модели все-таки работать в конкретном проекте. И бывает такая нередкая ситуация, наверное, и в вашей практике она встречается, когда команда, годами работавшая до сих пор по предиктивной модели, ну, просто хочет попробовать, почему бы и нет, хочет попробовать, как это работать в гибкой середине, почему бы и нет, и просто к чему нужно быть готовыми, да, и, соответственно, какие характеристики, какая ценность создается, ну, и какие есть подводные камни у каждой из этих моделей. Итеративная модель – это улучшение продукта, и хороша она тогда, когда есть различия в точках зрения между заинтересованными сторонами, потому что мы создаем какую-то поставку, получаем обратную связь, и надо, конечно, понимать, и заказчику в том числе, это вопрос готовности заказчика работать по одной из вот этих гибких моделей, что итеративные жизненные циклы могут занимать больше времени, имеется в виду относительно предиктивных, ну, потому что основная ценность – это улучшение и совершенствование этого продукта. Инкрементный жизненный цикл – это, да, наращивание функциональности, и, соответственно, это снижение общего риска проекта, при предварительном закрытии проекта не получить ничего. Ну, то есть, если в предиктивной модели проект будет предварительно закрыт, все и исполнители, и заказчики останутся у разбитого корыта, а поскольку здесь все-таки предполагается вот такая промежуточная частичная поставка этих инкрементов, ценность, бизнес-ценность в том числе, она создается до окончания проекта, и поэтому масштаб катастрофы во время предварительного административного закрытия и масштаб катастрофы не такой большой. Предварительное получение составной части общего решения, частые поставки, да, вот это вот то, что так или иначе многократно упоминается, но это, вот это многократное упоминание, оно позволяет прочувствовать разницу между этими моделями. Жизненный цикл agile, который обладает какими-то общими характеристиками, интегрирующими и итеративную, и вот эту инкрементную модель, и разводятся они на итерационный потоковый agile. Есть какие-то в целом общие характеристики жизненного цикла. Для того, чтобы говорить, что мы работаем по жизненному циклу agile, мы соблюдаем принципы agile манифеста, его можно найти там миллион раз, воспроизведен в разной литературе в любом поисковом запросе, посмотреть, как он выглядит, как выглядят принципы agile и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, к чему нужно быть готовыми? К тому, что будут постоянно происходить изменения, к тому, что функциональная ценность инкрементного результата является основным показателем прогресса. Это досрочная непрерывная поставка. В проектах agile эти поставки выявляют скрытые, неправильно понятые требования. Ну и итерационный и потоковый agile тоже, соответственно, разводятся. Итерационный agile – это вопрос приоритизации задач из бэклога, а потоковый agile – это вопрос ресурсной возможности работать над той или иной функцией. И, соответственно, у итерационного потокового agile, ну, немножко разные характеристики, хотя и то, и другое agile. Нет никакой необходимости работать на основе одного из этих двух полюсов, потому что и в руководстве PMBOK, и в этом практическом гайде есть, конечно, понимание того, что там чистые виды встречаются редко, и чаще всего это, скорее всего, какой-то из гибридных вариантов жизненных циклов. Это довольно часто возникающий вопрос, бывает ли, что это и так, и так, и так. Ну, конечно, да, бывает. И приводятся разные варианты, что может представлять собой гибрид, приводятся в этом практическом руководстве. И это действительно по-разному сочетание гибких и жестких, таких ватерфольных моделей, когда, например, разработка продукта идет по agile, а его развертывание по предиктивному жизненному циклу, или, например, когда на всем жизненном цикле используются и элементы agile, ну, какие-то прям атрибуты, те же ежедневные стендапы, тоже краткосрочное планирование, но и, ну, например, там оценка прогресса происходит по предиктивной модели. И это сквозные какие-то, сквозные характеристики для всей жизни проекта. Вот относительно первой модели, да, что-то начали по agile, закончили по предиктивным способам, возможно, в принципе, другая команда. А там, где насквозь по всему жизненному циклу, некоторые подходы, короткие итеранции, ежедневные летучки, ретроспективные анализы и так далее, и так далее, они сопровождают такие жесткие аспекты проекта, жесткие инструменты, там то же самое распределение работ, предварительная оценка, отслеживание, хода выполнения и так далее. Есть еще и такие варианты гибридных жизненных циклов, когда проект выполняется в целом по предиктивной модели, но с элементами agile, какими-то отдельными. Или наоборот, это такой предиктивный agile или гибкий waterfall, когда проект весь в целом по итерациям или инкрементам, нарезам, но какой-то отдельный фрагмент, он будет выполняться по предиктивным правилам. И, соответственно, примером первой модели в этом смысле может быть, допустим, строительство известного, годами известного объекта, но с использованием какого-то нового материала. И вот тогда мы можем опробовать этот новый материал, его монтаж, его использование, опробовать мелкими порциями, довести до совершенства, а потом снова вернуться в предиктивную идеологию. Или второй подход, это когда мы работаем, допустим, с информационной системой, работаем по agile, но, например, интеграция какого-то внешнего компонента, который разработан там другим производителем, и он не идет, например, на контакт, и, в общем, не хочет работать в такой гибкой идеологии, она проводится по предиктивным правилам. Вот такая общая, короче говоря, ситуация со всеми этими жизненными циклами. Ну и, собственно, выбор самого по себе жизненного цикла, это то, что определяется командой управления проектом. Собственно, как и вся ответственность за проект, она лежит на команде управления проектом. Здесь в гибкой идеологии, в agile-манифесте, да и, собственно, во всех фреймворках, немножко по-другому распределяются роли, распределяется ответственность. Это командная ответственность за, собственно, за все, в том числе за выбор жизненного цикла. Хорошо, если выбранная модель, она, в принципе, гибкостью обладает, когда можно перестраивать это в, ну, в общем, в любой момент. Мы поняли там, что что-то, какой-то вариант не пошел, и мы идем по другому принципу. И в этом смысле хочется еще успеть обсудить такой инструмент. На мой взгляд, у него хорошее прикладное значение. Это модель фильтров вообще применимости agile. Такой инструмент, который может использоваться для выбора гибкого, предиктивного или гибридного, гибридного модели, этого, жизненного цикла, гибридной модели жизненного цикла. Вот в этой модели фильтров предлагается оценить общую ситуацию. Это командная оценка по трем основным фокусам. Это фокус культуры, в принципе, среды, которая поддерживает или не поддерживает, ну, ту или другую сторону, да, общего континуума. Это вопрос характеристик команды, и это вопрос характеристик проекта. Соответственно, по этим трем фокусам в каждом из них оценивается по три составляющие и оцениваются они по десятибалльной шкале. В культурном фокусе оценивается, в принципе, поддержка вот этих вот гибких моделей. Вопрос доверия, вопрос принятия решений, в характеристиках команды размер, опыт и доступность. Заказчика команде проекта. В характеристиках проекта это изменение частота поставок и критичность этого проекта. Все это десятибалльные шкалы. И, соответственно, после оценок по десятибалльной шкале каждой из осей каждого из фокусов возникает вот такая лепестковая диаграмма. И, соответственно, есть указания по использованию этого инструмента, как сделать так, чтобы в конце концов на выходе получить результат. Все очень просто. Сначала анкета заполняется всей группой. Анкета, она, собственно, касается каждого из этих, ну вот получается, девяти, каждая из этих девяти осей по трем фокусам. Заполняется всей группой. Дается оценка по вопросам в баллах от одного до десяти. И здесь важен, ну не среднеарифметическое, здесь важен некий консенсус между всеми членами команды. Потому что если к консенсусу не придем, то какова вообще вероятность успешного завершения проекта, если мы на таком простом вопросе договориться не можем. А дальше интерпретация результатов. Потому что результаты по разным осям, по разным фокусам, они же в том числе рассогласованными могут быть. Ну и, соответственно, они или, или высокая степень согласованности у них, или нет. А дальше приводится, собственно, сама по себе вот эта анкета с осями ось каждый раз от одного до десяти. Ну и, соответственно, там, где эта поддержка, это от единицы до десяти, от да до нет. Там, где это доверие в команде, там это от да 100% до десятки маловероятно. Ну, потому что это все-таки фильтры agile, применение agile. И вот насколько мы доверяем, и мы, и заинтересованные стороны доверяют такому подходу. Полномочия команды на принятие решения тоже десятибалльная шкала от единицы до десятки, да, маловероятных каких-то полномочий, потому что это критически важный фактор в любом фреймворке agile. По команде, ну, такая же, да, такая же история. От единицы до десяти размер команды с соответствующей шкалой, от единицы до десяти уровней опыта, имеется в виду опыта специалистов в предметной области, насколько понадобится наставничество при работе, насколько оно там согласуется вообще с идеологией agile. И от единицы до десяти доступа к заказчику, насколько мы, в принципе, сможем работать в этой ситуации постоянного получения обратной связи. И третий фокус проект – вероятность изменений, критичность продукта и инкрементность поставки. Насколько вообще возможно поставлять продукт на этом проекте частями? Какова вероятность поступающих изменений? Она тут, в общем, по процентной шкале оценивается. Понятно, что там на полюсе десятка, поскольку десятка – высокие значения. Это предиктивный жизненный цикл, минимальная вероятность изменений. И критичность продукта, которая выражается. Ну, самая низкая критичность по этой шкале – это вопрос потери времени, а самая высокая критичность – вероятность ошибки при создании продукта – это вопрос человеческих жизней. Где-то посередине там деньги, возможные потери денег. К ним вот команда по трем фокусам, по трем осям, в каждом трем фокусе, оценивает, заполняет вот эту вот анкету и оценивает в баллах, приходя к какому-то консенсусу. И в какой-то момент мы получаем, ну, наверное, один из подобных вариантов. Это просто примеры, которые приводятся в этом же руководстве. Как это может выглядеть? Аптечный интернет-магазин. Тут все низкие оценки, за исключением критичности этого проекта. Ну и, соответственно, мы где-то, скорее всего, для нас правильно будет реализовывать этот проект в реальности Эрджайл. А если это военная система обмена сообщениями, то мы попадаем по лепестковой диаграмме в основном в пространство, ну, наверное, предиктивного жизненного цикла. У нас с точки зрения Эрджайл, в Эрджайле оказался только, ну, только неопытность нашей команды где-то здесь, да, необходимость такого постоянного наставничества. Ну, на мой взгляд, как первичное такое, первый шаг в развитии культуры Эрджайла, вообще, не то чтобы насаждение этой идеи, но в обсуждении этой идеи, вот такой вот вариант этих шкал, вариант этой лепестковой диаграммы, на мой взгляд, очень удачный. И все время подчеркивается, что результаты этой диаграммы используются не как конкретные триггеры, не то чтобы раз мы там получили какие-то эти самые лепестки, и все, точно действуем по предиктивной модели, точно по Эрджайлу работаем. Нет, это только темы для обсуждения всеми заинтересованными сторонами. Ну, то есть основная ценность этого инструмента в том, чтобы, во-первых, идентифицировать соответствие и несоответствие, и правильно управлять рисками, связанными с вот этими расхождениями, а во-вторых, создать некое информационное поле, некий информационный повод для того, чтобы можно было, короче говоря, как минимум на тему Эджайл, как минимум на тему Эджайл поговорить. Ну, то есть это такая тема, такая тема для обсуждения. Вот, на мой взгляд, хороший такой практический инструмент. Вот с точки зрения выбора модели жизненного цикла, тут все хорошо, со всех сторон хорошо. И то, что это командная работа, и то, что здесь нужен консенсус, и то, что это поощряемый обмен мнениями, и то, что это повод для правильного управления рисками, и то, что это хорошие такие результаты, которые можно красивой диаграммой представить. Вот, пожалуй, то, о чем хотелось сегодня поговорить. Если говорить о линейке курсов специалист, ну, тоже, чтобы не было никаких иллюзий, чтобы правильно понимать, у нас в линейке курсов присутствует и базовый курс по руководству PMBOK, и по Agile это, ну, в первую очередь, фреймворк, который обозначен в мировом сообществе как Scrum, ну, и, соответственно, уже погружение в использование той или иной библиотеки инструментов, использование в конкретной компании, это рассматривается на курсах автономно. Понятно, что точно так же, как в двух книжках, есть вот эти коннекторы от одной темы к другой, точно так же и у нас на курсах есть отсылки к одному или другому вопросу, но базовый 24-часовой курс по управлению проектами – это PMBOK, а Agile – это Agile. Это Scrum, это другая атрибутика, это другие инструменты, другие роли, другое взаимодействие. с заказчиками, в принципе, другое использование в этом самом, в среде компании. Ну, вот так вот, да, поэтому инструментарий, тут не промахнитесь, короче говоря, если речь идет, речь будет идти про обучение. Это, наверное, все, что хотелось сказать. Коллеги, возможно, у вас есть какие-то вопросы. Тогда welcome, наверное, у нас, ну, не то, чтобы у нас есть время. Стоп, а? Не, на русском, на русском, конечно. Особенно на русском, да? Да, считалось, что у нас есть на русском. Нет, звук на русском. Вы фотографировали вот эту вот, эту самую презентацию. Я же могу ее куда-нибудь выложить, если она вам нужна. Или напишите, напишите мне на электронную почту, я просто вышлю вам в ответ. Электронная почта... Да, 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 да. Это от вас? Ну, это вряд ли. Епавла, собачка, специалист. Просто смогу выслать. Ладно, а так, если нет вопросов, то, наверное, это все. Ну, у нас все равно проекты, да, и мы, именно на русском, работаем аналитиком, и у нас, кстати, все просто приходят в проекты, вот именно в части, мы показали спонсорство, значит, если они спонсоры, то вы спонсировали или нет как бизнес, или общество, то что я не знаю. То есть, насколько мне понятно. Какой? Про управление проектами? Да. Экспертиза со стороны? Ну, наверное, со стороны расходов, со стороны бизнеса, насколько бизнес должен спонсировать. Мне просто руководство рабочей группы, по проектам, участвуют в процессе проекта, некоторые аналитики, именно на экспертенцию финансовой части. Ну, тут я ничего не могу сказать. В целом такая теория, насколько мне будет полезен. По PMBOK, но там все-таки погружение в инструменты. Что там рассматривается? Рассматриваются группы процессов, рассматриваются области знаний, собственно, процессы управления проектами, разработка устава проекта, правильная позиция стороны исполнителя перед стороной заказчика, потом детальное планирование проекта, план управления проектом. Но это вы получите представление об инструментах, которыми работает исполнитель, для того, чтобы представить план как какие-то обязательства. Ну, вот это то, что мы рассматривали. PMBOK, то он написан для исполнителя. Ну, да, да. Это инструментарий. Ну, вот так вот. Есть, то есть там вот дипломная программа включается? Да. Да, да, да. Но надо про скрам, про agile надо уточнить, а PMBOK-то мы точно, конечно, попадаем. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...